Всем привет, я Владислава Захлебина и в прошлом я профессиональный игрок Counter-Strike. И на этом канале я рассказываю о киберспортивных девайсах. Прошу прощения, я на секунду. Ребята, важное объявление. У вас есть отличная возможность посмотреть прямую трансляцию турнира The Second CS GO Major of 2018 в планете кино. Но не только посмотреть, а еще и получить гарантированную скидку в 1000 гривен на игровой ноутбук Acer Nitro 5 от Comfy. Запоминаем. 23 сентября, 16.30, любой кинотеатр Планета Кино. Покупайте билеты на сайте планетакино.ua, в их мобильном приложении, либо кассах кинотеатра. У меня все. Мы с вами уже говорили о мышках, клавиатурах, наушниках и многом другом. Но если помимо постоянного влечения к играм вы еще любите путешествия, то вам понадобится рюкзак. Именно поэтому у меня на обзоре три очень крутых, надежных вместительных рюкзака от Razer Mercenary Tactical и Rogue. Дизайн у всех моделей не слишком броский. Единственное, что цепляет взор, это логотип Razer. Вся тройка не боится влаги, поэтому о сохранности своего багажа можно быть спокойным на все сто. Тем более, что в Tactical есть еще дополнительный дождевик, он спрятан внизу. За скромным видом Mercenary прячется одна очень интересная задумка. Материал, из которого сделан рюкзак, баллистический нейлон, который используют для пошива бронежилетов. Это невероятно прочная ткань, которая на ощупь так же брутальна, как и на вид. Теперь я предлагаю поговорить о практичности. Начну я вот с этих двух рюкзаков. Тут все минимально, нет кучи карманов и непонятных отделов. У Mercenary в передней части есть всего два небольших кармана, куда можно закинуть всякую мелочевку. Например, всякие разные флешки, переходники, жесткие диски, ну или пару вкусных батончиков. По бокам та же история, правда места больше. Тут можно спрятать бутылки с водой, мини-клавиатуру, планшет и так далее. Короче говоря, все вещи небольших размеров можно разместить в этих карманах. Рок в этом плане отличается. У него спереди один карман для документов, тетради и планшета. А вот по бокам два совсем небольших отделения. Туда можно положить пауэрбанк, ключи или что-то мелкое. Чего не скажешь о внутренней части. Оба рюкзака вмещают в себя ноут диагональю 15,6 дюйма. Кому-то может маловато, но есть еще большой карман. Туда поместится клавиатура, несколько мышек, гарнитура, коврик и все, что захочется. Внутренняя отделка очень приятная на ощупь. Это термополиуретан, но самое важное, она предотвращает появление царапин на корпусе ваших девайсов. Теперь немного о модели Tactical. В ней история совершенно другая. Первое, что мне бросилось в глазах, это заявление производителя, что рюкзак для ноутбука 14 дюймов. Но по факту я сюда поместила все 15,6, если использовать не специальный отсек, а основной. Он и вместительный, и куча карманов есть, много разных отделений, короче, мини-шкаф для геймера. Спереди есть довольно-таки большая липучка, как видите, тут можно приклеить кармашки, ну или что-то еще, у кого какая фантазия. По бокам также два кармана, они достаточно вместительны, так что смело можно оставить пару баглашек воды или кучу планшетов. Все внутренние вкладки зеленого цвета, понятно, что на практичность это никак не влияет, но особенность все-таки есть. Отделение невероятно огромное, сюда можно сложить несколько ноутбуков, наверное, с десяток клавиатур, а также множество других вещей. Из трех это самый практичный, функциональный и вместительный рюкзак. Что ж, теперь один из самых важных пунктов – удобство. Скажу сразу, они все удобны, но покажу, например, Mercenary. На спинке каждого рюкзака есть поролоновые вставки, за счет этого спина не будет интенсивно потеть, плюс в нее не будут упираться вещи, которые находятся внутри. Также тут есть куча застежек и регулировок по бокам, спереди и сзади. В общем, утянуть можно со всех сторон. Еще есть застежка на талии, она необходима для более удобной фиксации. Если вы не слишком сильно загрузили свой рюкзак, то его можно понести в руках. Для этого есть удобные ручки. Подводя итог, могу смело сказать, что каждый рюкзак подойдет для своих целей. Можно зарядить их крутыми геймерскими штуками, такими как ноут, клавиатура, мышь и все сопутствующее. С двумя из них можно смело сходить в поход, ведь они не боятся суровых условий и очень вместительны. Но рок подойдет больше для городских условий – сходить на работу, в зал или прокатиться на велосипеде. Короче говоря, стильные, прочные и очень вместительные рюкзаки от Razer. На этом все. Не забудьте написать в комментариях свои впечатления о рюкзаках. С вами была Владислава. Не забудьте подписаться на этот YouTube-канал, поставить лайк этому видео, а также прожать колокольчик. Ну и, конечно же, посмотреть другие видео с продуктами Razer. Пока!